Конечно, эти стены не смогли вместить всех ветеранов, но каждый из них получил в праздничный день поздравления. А сам вечер получился простым и легким, без пафоса, с улыбками, музыкой и цветами, где каждый подпевал знакомым с детства песням. Ленинская районная общественная организация ветеранов и пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов за 30 лет своего существования провела большую работу. Во время государственных праздников они, как правило, не отдыхают. Прежде всего, ветераны – активные участники работы по патриотическому воспитанию молодежи. Мы теперь такую работу проводим в детских садах, в яслях, везде. Но мало того, что мы им сами рассказываем, мы заставляем, чтобы они узнали у своих бабушек, дедушек, у папы, у мамы, как они при пережили войну, чтобы потом сами нам все рассказали. Они рассказывают. Активную работу проводят ветераны в школах, на предприятиях, в организациях и учреждениях. Библиотеки, молодежные спортивные клубы – те места, где ветераны принимают участие во многих проводимых там мероприятиях. Они активно участвуют в жизни района. Их нередко привлекают для решения различных задач, в том числе и областного, и общероссийского масштаба. Их жизненный опыт – главная ценность. 26 декабря 2014 года фактически у меня был первый рабочий день в качестве исполняющего обязанности главы. И начал я этот рабочий день с встречи в Совете ветеранов Ленинского муниципального района. По их приглашению. И действительно, я могу сказать, что вот тот заряд энергии, позитив, который исходит от нашего ветеранского движения, он мне помогает преодолевать в том числе и те трудности, с которыми приходится сталкиваться. Огромное внимание в деятельности районной организации уделяется юридической, финансовой и моральной поддержке пенсионеров и ветеранов. Улучшение их материального благосостояния, жилищных условий, медицинского обслуживания. Естественно, что все это делается в тесном взаимодействии с общественными и муниципальными службами и организациями. У нас существует трехсторонное соглашение. Это нет ни в одном районе Московской области такого. Где мы взяли на себя соответствующие обязательства. И мы их стараемся выполнять. Если что-то не получается у нас, мы обращаемся к главе администрации или в совет депутатов. Если они что-то нам поручают, мы обратная связь, как говорится, у нас наложена. Это очень большое подспорье. 30 лет срок не маленький. За это время Ленинская организация ветеранов окончательно оформилась, выросла численно, заняла достойное место среди других общественных организаций района, лидирующие позиции среди ветеранских организаций Подмосковья. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.